вот это сделала да далее берем отток опять лимфы вот так этим гребешком можно в любую сторону делать можно опять же то же самое делать лежа да можно в такой позе можно с этой стороны то есть как вот у стоите в принципе неважно вы делаете лимфооток вот сюда сильно не делая больно и дальше прорабатываем вот вокруг вот этой косточки до точки акупунктурные можно всеми сразу пальцами опять же как и на ладонях я показывал здесь находится под буквой п наш толстый прямой кишечник да мы его проходим ищем любые места где засорена вот на втором повороте справа угол левой толстого кишечника у тебя засору здесь вы смотрите особо точек вам запоминать то и не нужно вот они тут везде находится просто условно делите умозрительно на вода вот плеточки да всю ногу и просто проходите такими быстрыми точками по всем этим клеточку с сеточку как нарисовали и перед пальчиками где они начинают пальчики пальчик начинаются отсюда на самом деле они отсюда вот так их от центра теперь от центра мы их обходим каждый в отдельности можно так обойти и плавно переходим на сами пальчики пока вот это попробовать ну что массаж что приятно и мы 1 в и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Это говорит о том, что наша Вселенная настолько многогранна, что она, как голографическая проекция, многократно повторяется в нас, в человеке. Поэтому не зря говорят, что человек в подобии Бога. Если Бог воспринимается, как эта вся Вселенная, гигантская, многообразная, то мы тоже повторяем его копию. И также мы копия, наша каждая часть копирует проекции самого себя на самого себя. Понимаете? Вот, например, на стопах, на руках, на руках, мы видим вот тут и голову, да? И кишки, и печень, и вот стопы пошли, руки, ноги. То есть практически наши пальчики получаются как человек, да? Его ноги, его руки, его голова. Это конечность пальца, да? То же самое происходит и на ногах. Ну вот, просто другой рисунок того же самого. Или вот, видите, посередине ноги, по краям руки. Там даже есть и уши, и глаза, и вот как бы бедра пошли, бедренные суставы. Ну, или вот по такой системе. Разные школы, они немножко по-разному трактуют, где находятся почки печени там или какие-то другие губунктурные зоны. Они по-разному говорят. А вот то, что у нас на лице происходит. Видно, да? То есть у нас это получается. И мочевой пузырь на лбу. Почки под веками. Ну, вы часто, может быть, слышали, что когда пухают веки, людям говорят, что у тебя больные почки, да? То есть мешки под глазами об этом сигнализируют. Но это же не только мешки. Вот, например, дальше вот эти скулы, это желудок получается, да? Легкие, получается, уголки щек внизу, в нижней части щек. Поэтому если у человека опухлые щеки, да, внизу, то, значит, у него что-то с легкими не в порядке. У крыльщиков часто бывает, вот, а дутловатость такая у лица, да? Сердце, это губа. Ну и так далее. В общем, можно дойти до более мелких подробностей. Например, вот. Вот эта схема вообще наиболее подробная даже. Ну, сейчас читать, тут вчитываться, в принципе, бессмысленно. Просто покажу на экран, как это выглядит. Видите? Будем проходить массаж лица, как раз и будем вот это все нажимать. Также вот на спине мы проходили точки. Помните, я вам говорю, они там несколько рядов находятся. Вдоль позвоночника, да? Они также отвечают за все наши внутренние органы. Это не только нервы подходят к этим точкам. Это и именно проекция. Я должен спрашивать, зачем ты голову массируешь? Я только спину заказывал. А именно потому, что на голове продолжение позвоночника идет. Те же самые культурные точки там продолжаются. Вот то же самое. Это, например, прямая связь. Это уже именно нервная система. Откуда идут нервы? В зубы, в руки, в легкие. Видите? Опускаясь ниже по позвоночнику, соответственно, в сердце, в печень, в почки. Еще ниже, там, в толстый кишечник, в мочевой пузырь, в ноги и так далее. Понятно, да? То есть мы практически человека оздоравливаем полностью. Особенно важно делать массаж именно целиком всего человека. Тогда у него активизируются все системы одновременно. Потому что, когда делаем по частям, ну, это, честно говоря, к мертвому припархии, я так называю. Вот. Это тоже хорошо. Нет, это тоже хорошо. Особенно, если там какое-то больное место, да, надо промассировать или гематому снять. Или спортсмен приходит, ему только руку одному надо промассировать. Например, она ударная, да? Или там ноги. Времени нет. То, да, времени нет. И это много. Можно сделать именно с одной рукой. Опять же, так же, воздействовать на компьютерные точки. Вот они на стопах. Видите, какие? Видела? У меня уже есть такая. Видела? Там у меня больше. Сейчас еще покажу. Вот такие есть точки, вот такие. Для этого есть всякие массажные коврики. Вот даже есть специальные носочки, которые можно приобрести. И саму себе знать, где у себя находятся эти точки. С никакой прикол. Вообще, у меня есть такая подборка. Целая серия анатомической одежды. Когда вы одеваете, практически все тело анатомическое, да. Видно. То есть иногда до половых органов. Так, руки. И опять же уши. На ушах также очень много этих точек. Это опять же говорит о этой голографической проекции человека самого на себя. Также эти точки есть на языке. На лице, на ноге, на черепе. И даже на каждой фаланге пальца они опять же в микроскопическом формате повторяют друг друга. Судобно. Да. Вот на ушах, например, находится зародыш тела человека, его же собственной, в той форме, вверх ногами. Если мы разрежем мозг вот на левую правую половинку пополам, то на среде этого мозга будет повторено изображение вашего уха. Мы знаем, да, что уши у всех разные, по-разному закручены. Также мозг у всех разный. И вот мы это все можем увидеть на ушах. Получается, голова внизу, да, вот так вот идет хребет. Позвоночник. Доходим позвоночник до копчика, копчик заворачивается. Внутрь пошли, соответственно, ноги, там, гордоны всевозможные, руки. Вот тут глаз, соответственно, тут нос. Вот такие точки, да. Поэтому говорят, что надо прокалывать, слушай, например, только у специалистов. Потому что иногда бывает повредить, да, и глаз, бывают такие случаи, да, слепнут. Знаешь тоже, да? Все знают эти случаи. Или глохнут, или еще что-то. Вот. Нет, с ногами мы переходим теперь к пальчикам. Прошлись вот эти точки. Поподробнее я вам их пришлю, если интересно, акупунктура, да. Но мы давайте закончим вот непосредственно на пальчиках ног. Есть еще, так называемые, точки фолия, которые находятся много где в организме. Но нам интересно именно на границе, где заканчивается ноготь. Смотри, вот ноготь, когда заканчивается, он как бы вот рисует две точки крайние, да? Я знаю. Не только даже болевые, знаешь, да? У каждого ноготьа есть. Мы просто их прорабатываем быстренько. На это время тратить много не надо. Раз. Посильнее. Раз. Посильнее, да. Там прям такой точечный надор. Да. Дар, вот. Чувствуете, да? Не надо. Вот иногда для этого как раз удобно использовать какие-нибудь палочки, чтобы попадать. Именно вот. Но. Вот эти отместки. Ну, они немножко болезненные, но это надо. Тоже активизируются все внутренние системы. Вплоть до и шок, почек, сердца и так далее. И половой сферы. Проходим все быстренько, быстренько, да. И с той стороны по вот этим точкам. Отделяя как бы суставчики. Если хотите добавить немножко эротизма, капельку сексуальности, то тогда мягким движением, обволакивающим таким, ведем как бы продольно вдоль всей стопы по линиям продолжения этих пальцев. Вот они как-то так вот идут, да. Сначала берем, мизинцы ведем. И немножко такого подкручиваем, потягиваем. В ложбинку заходим. И идем к следующему пальчику. Вот так вот мягко. Иногда при этом, видите, расслабляется больше. Человеку это нравится. Это приятно, потому что вообще это редко кто делает. Попробуйте вот каждый пальчик любовно провести. И мягко между пальцами открывать им переконочку. Проходимся и опять отток вниз. Так тебе приятнее? Смотрите, как он побалдела. Ну и стонет. Да видите-ка ее до стона. Мне нужен стон. Где вот это? Кайф. Да, чувствуешь? Да, и можно всеми пальцами сразу, да. Время экономите. Всеми пальцами вдоль этих линий, да. Провели мягко. Захватили их. И не соскальзывай, а уже выходишь туда. Между вот этим. Обволакивающим. И вот так вот вниз. Попробуй. Между этим, между. Не бойся, не отходи за километр. Вот смотрите, еще по поводу точек. Что-то там и картинки не нашел. Вот тут находится вообще рисунок позвоночника. Он вот так идет. По соединению, где подошва заканчивается, да. Видно разница в коже, да. И пошла кожа уже самой ноги. Видите, она немножко разная. Вот прямо по вот этой поверхности идет позвоночник. Соответственно, здесь у него шея. Здесь у него спина. Здесь поясница. Вот тут у него идет крестец и копчик. Можно еще раз эти точки пройтись, да. Которые, опять же, отвечают за внутренние органы. Многогранные, я вам говорю. Все это вот при друге отражается. Просто продавив их. И напоследок я обычно их еще согреваю таким активным движением. Продолжаю движение здесь на отток. Отток лимфы. Я уже иду, видел костяшки. Посмотрю со стороны. Ликвидно. Стараюсь пальцами между ними. Вот между ними. Прямо костяшками пальцев. Это не больно, не бойтесь. Может немножко. Множко только там. Это вам не больно. Мне больно. А мне не больно. Иногда бывает просто вот прямо болит вот этот верхний стопы. Иногда прям хочется почесать. Бывают вот такие люди. Днем 5. Сейчас мы немножко мануально покажем с ногами. Мануально? Миграфон в таких резиночках висит, чтобы вообще не касаться ничего другого. На такие же резиночки. На своих вот этих вот перепоночках. Держим ногу. И так немножко. Оп. И мягко спустили. Оп. И мягко спустили. Любовно. Любовно. Мягко. Чтобы коленочек не удалялось. Потом растрясливику. Как он неудобно с этой стороны держать. Попробуй снизу. Снизу. За счет движения. Сти. Легче это делать. Да, мне как-то сверху проще. Да. Ну, возможно, индивидуально. И вот смотри дальше, как мы заканчиваем. Упираемся в колено. А ногу так мягко. Раз. Не до конца. Иначе будет болевой прием. Так просто до предела. Додавили. У боксеров есть такой прием, да? У этих, дзюдо. У борцов. У борцов. Ой. Теперь будут у боксеров с борцами. Надо же. У борцов, да. У дзюдоистов. Поэтому ногу, ой, руку отставляем дальше. Нагибаемся. Посмотрите, как я делаю. Вот туда. И вот так. Дави, как будто бы ты хочешь отсоединить стопу. Вот тут у нас гиб. Стопу от голени. Вот сюда. Часто бывает челчок такой. Нет его, и ладно. Нам не является самоцелем у нас какой-нибудь челчок получить. Далее берем. Я вот далее, смотрите, как раскручиваю уже пятку. Уже нога расслаблена, да? Теперь она сама крутится за какую-либо другую точку, да? Смотри, уходит. Волна по всей ноге. Видишь, я импульс опять запустил. И это значит, мы достигли результата. Произошло расслабление. Вслед эта система. Перехватываю ногу. И довожу ее до противоположной корицы. Прижали. Потом перехватываю в другую сторону. Ну, очень круто.